От подножья до вершины за несколько секунд. В Первоуральске состоялся второй по счету забег на гору Лысая. Горожане преодолевали вертикальную дистанцию, препятствие на которой расставила весенняя погода. Подробности в сюжете. На старт! Внимание! Марш! Преодолеть дистанцию в 50 метров по вертикальному подъему – непростая задача даже для опытного спортсмена. В этом забеге сложности добавляют мокрый снег и грязные проталины. Обувь по ним скользит как по льду. Мокрый снег в 61 раз. Здесь теряют позиции. Более 20 человек – спортсмены и просто активные первоуральцы – испытывают себя на выносливость и прочность в вертикальном забеге на гору Лысая. Оригинальные соревнования уже второй раз устроила общественная организация «Первоуральск город чемпионов», работающая при поддержке благотворительного фонда «Синара» и Первоуральского новотрубного завода. Через необычные трендовые мероприятия мы постоянно привлекаем новых людей в спорт, заряжаем их уверенностью. Для многих такие соревнования становятся стимулом для начала новых тренировок, а это именно та задача, которую мы с заводом перед собой ставим. Участников разделили на четыре категории. Девочки и мальчики от 12 до 17 лет, мужчины и женщины старше 18 лет. Но есть и исключения. Самая юная участница, а пятилетняя Настя Соболева, пришла поболеть за маму и тоже решила вскарабкаться на вершину горы. Конкурировать со старшими оказалось непросто, но весело. Мне понравилось больше всех лазить. Конечно, мне хотелось максимально, чтобы она выиграла, но возраст, как бы, большой, как сказать, разница в возрасте между участниками. То есть девочке постарше уже на 7 лет, но Настя старалась, могла, ну, максимум. Победителей соревнований организаторы определяют в два этапа. После отборочного забега трое самых быстрых бегунов продолжают борьбу в финале. Среди мужчин с большим отрывом от соперников первым на финиш приходит Дмитрий Густилин. Рассказывает, взобраться на вершину за 24 секунды и победить помогла заранее выбранная тактика. По снегу бежать удобно. Там, где есть чисто лед и снег, я бежал по снегу. А дальше, где была трава и снег, бежал по траве и выбрал изначально, где была по суше. На самом верху там уже пологая поверхность, такой не сильный наклон. Там уже по прямой бежал, чтобы лишние движения не делать. Победители забега получают медали и брендированные подарки от общественной организации. Рюкзаки, бутылки для воды и шапки. Следующим состязанием, которое подготовили активисты для первоуральцев, станет турнир по настольному теннису. Соревнования пройдут 16 и 17 апреля. Елена Цивилёва, Денис Хромцов. Новости. Первоуральск.